В день памяти преподобно-исповедника Гавриила Меликесского в Спасопреображенском соборе города Димитровграда у мощей святого прошло торжественное богослужение. Литургию возглавили митрополит Симбирский Новоспаский Лонгин и епископ Меликеский Чердоклинский Деодор. В миру святого звали Иван Иванович Игошкин. Он родился в 1888 году в деревне Самодуровка Городищенского уезда в глубоко верующей крестьянской семье. После двух классов церковного училища шесть лет провел послушников в монастыре Жадовской Казанско-Богородицкой пустыни. В городе Покровске, ныне Энгельсе, будущий святой был рукоположен водиаконский и священческий сан. Затем были годы служения в Москве, Ульяновске, Меликесе и долгие годы пребывания в тюрьмах, лагерях, ссылках за веру и слушание Богу. Преподобный исповедник Гавриил провел в Узах более 17 лет. Он умер в Меликесе 18 октября 1859 года после того, как был полностью реабилитирован. При жизни Гавриил Меликеский был обычным приходским священником, поэтому люди шли к нему со своими радостями и горестями. К мощам святого идут они и сейчас. Святой Архимадрид Гавриил – это наша надежда, это наша любовь, это наша вера, это те великие добродетели, которые невидимым промыслом вселяют в сердца людей. Тяжкую годину, они разные бывают. И сейчас мы переживаем не в лучшие времена, которые есть. Именно к нему идет народ за помощью. По окончании литургии архипастыри совершили молебен преподобный исповеднику Гавриилу перед ракой с его святыми мощами. Затем было освящено Колево. Епископ Деодор поздравил с праздником гостей торжества и рассказал о жизненном пути преподобно-исповедника Гавриила. Дорогие мои, преподобный исповедник Гавриил точно такой же человек, как все мы с вами. Он ничем не отличался и по сути не отличается от нас. Единственное, наверное, весьма качественное отличие его от нас – это беззаветная любовь к Богу, преданность Богу. Митрополит Лонгин поблагодарил за приглашение епископа Деодоры и отметил, что святой Гавриил является собой пример человека, который, несмотря на все гонения и скорби, не допускал даже мысли отступить от Бога. Когда в церкви празднуем память того или иного святого, то не просто вспоминаем некие исторические события и прославляем своих героев. Мы делаем это для того, чтобы человек всмотрелся в облик этого святого и увидел в нем что-то такое, что он может повторить, что он может взять в качестве примера в своей жизни. Вот пример верности, пример исполнения своего долга, даже невзирая на возможные какие-то препятствия, мучения и даже саму смерть – этот пример очень важен для христиан. На торжества прибыл депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Морозов. Он отметил важность Дня памяти святого преподобного исповедника Гавриила для города Димитровграда и всей страны, поблагодарил архипастрий за их служение и преподнес им букет цветов. С приветственным словом к присутствующим также обратился исполняющий обязанности главы города Димитровграда Александра Терешина. Она поздравила присутствующих с Днем памяти святого покровителя города. Святой Гавриил был прославлен в лике святых Русской Православной Церкви 20 августа 2000 года для общецерковного почитания в Соборе новомучеников и исповедников российских на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия.